Давайте вместе. Смотрите, мы с Вами в курсе 1. Я бы не помню, чем для курса, чем мы познакомимся, с которым есть. А, под многообразие. Продолжение следует. Смотрите, я хочу сейчас с Вами обсудить один фигурат. То есть, вы смотрите. У нас до сих пор, на самом деле, все метрики, которые были, они были индустированы из вложения вариантов. Единственное исключение, может быть, это метрика из плоскости Волочевского. Но она, на самом деле, индустирована из сервисовой метрики вверх 3 с помощью вложения этого, опять-таки. Тем не менее, есть некоторые любые многообразия, которые возникают из каких-то других конструкций, а они достаточно интересные. Одна из них – это то, что называется, конечно, как «карзанокилинга». Значит, давайте мы займём вставить такую штуку. Вот мы с ней слышали, как мы с ней слышали. Значит, как Вы знаете, там есть правый елый звень, который интересует. Вот. Значит, есть такая штука, которую мы уже обсуждали – это либо инвесторная поля. Значит, это такие поляры, что вот здесь у вас есть точка, значит, G, ну, конечно, там есть точка А. То есть, а вы, значит, первым двигом переведёте её, значит, в L, G, A. И, значит, елый, с этой стороны будет G, G, а, значит, у вас это оборужение, да? И вот у вас, значит, здесь есть сверху, а у нас поля, значит, X в точке А, а здесь у вас есть сверхуное поле X в точке G, то адрес будет верно… То есть не G, а в точке G, а также… А адрес будет верно то, что, значит, сверхуное поле X в точке G, H, а вы, получается, у вас сделано деворядовое сверхуное поле. Значит, у вас, значит, будет дифференциал в точке H, как делают виды на G, применённого, значит, к X в точке H. Вот, значит, у вас условия деворядовое сверху. Мы, значит, с этими полями уже работали, когда у нас был анализ на наговоре. Значит, значит, в самом деле вы можете взять значение этого векторного поля в одной точке и разнести всюду. Сейчас здесь можно взять значение в единице. Да, то есть у вас значение в любой точке G будет получаться с дифференциалом в единице, А в целом G, А в целом G. Да, а это у вас, значит, такая четкая, ну вот, значит, что это такое живущий палки-палки, потому что, я не скажу, что это как от вас в единице, это алгебрали. Да, поэтому, значит, мы часто, значит, у нас X, это какой-нибудь элементал, и мы, значит, соответствующие в этом наиболее, Важное свойство, которое у нас было в анализе на наговоре, это то, что коммутатор таких верстонных полей, И он отвечает коммутатором соответствующих элементов албебра. Значит, если вы, такое важное, значит, свойство, То есть, что коммутатор этих верстонных полей, значит, это то же самое, Важное, что взять соответствующие элементы албебры, взять их коммутатор в албебре, И взять соответствующие верстонные полиции. То есть, вы можете определять коммутатор через разложение верстонных полей, А можете определять его через верстонные верстонные полиции, Вы можете сказать, что у вас есть коммутатор во время однозначно соответствующих элементов албебра. То есть, в этом никогда я могу определить, значит, кому-то оторвал в любом таком смысле. Значит, теперь смотрите, значит, вот, Вот пусть у вас есть на группе, значит, сказанные произведения. Они бывают там, безусловно, совершенно разные, В том числе, бывают и произведения такие, что они невоинвариантные. Да, невоинвариантные. Значит, а... Ну, это что значит? Это значит, что у вас, значит, у вас, Вот здесь вот есть джермафизм на кровати, Он продлевает, значит, до действий на все те, Да, значит, у вас метод, например, типа 0.2, Ну, значит, она невоинвариантная. То же самое, вы можете сказать, Что если вы будете действовать на невоинвариантные верстонные полиции, То у вас, значит, тогда стоянные произведения к Саиде, То есть, если вы будете совпадать со стоянных произведения к Саиде, То есть, смотрите, вы же можете выбрать базу В соответственных полях, состоящих из гевоинвариантных В соответственных полях, поэтому эта формула, Она уделяет вам тогда стоянные произведения полусеча. Ну, все, мы так увидим. Значит, так можно взять еще базу В любом варианте полиции. И, значит, то, значит, у нас то, эта форма Значит, так выделяет, значит, сколярное произведение По сколярному произведению Баунтуре. Баунтуре, значит, значит, если у вас есть сколярное произведение Баунтуре, То вы его можете однозначно разнести На всю дочую группу Баунтуре и не получить гевоинварианты, то есть сколярное произведение. А теперь смотрите, а с другой стороны у вас есть еще и правая группа. Еще и правая группа. Да, а давайте мы зададимся вопросом, значит, что сколярное произведение у вас И. Ч.: Значит, вопрос, когда у вас, значит, сколярное произведение И. Ч.: Одновременно инвалярно относительно язык и права веков. Ну, то есть мы выделяем такая степень, значит, если у нас есть нервный вариант для относительных левых и правых битов, то она называется бинвариантной. Ну, смотри, геометрия, конечно, пишет бинвариантная, а алгебраисты, потому что у них вообще никакой людей, они обычно говорят просто инварианты, то есть я этот бит здесь поставлю так с помощью, но мотивы, как кто-то там из немцев, философов, говорит, что немецкий философ, они, значит, только прочитают себя, они все переводят на философ и переводят на стоп на стоп на стоп на стоп на стоп на стоп. Значит, или милка, как я сказала, киевинга. Значит, смотрите, тогда что мы с вами сможем сделать? Вот, как вы знаете, у вас, если есть нервные правые битов, у вас тогда есть их композиция, с которой есть сопряжение на элемент G. Значит, у вас есть G H, вот, значит, G H, G минус, G минус, G минус? Нет, 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 нет. У меня H G, чтобы это было действие, оно действие, это так, что, мы имеем в том, как мы сглевляем G H, это H G минус, иначе это после действия не будет. Вот, да, значит, это, значит, такой внутренний, внутренний, значит, внутренний автоматизм, который, значит, сопряжение. Так, смотрите, вот если у нас метрика биенвариантна, тогда она, наверное, варианта относительно этого отображения. Требор preached, значит, верхний, вчера, значит, внутренний, 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 на 4G, значит, махер 4G, то есть, маршер 4G, и, собственно, соответственно, натрия группы Y, Давайте посмотрим тогда. У нас тогда есть дифференциал. То есть он переводит, очевидно, кубинцу в единицу. То есть тогда у нас есть дифференциал, и переводит у нас туда касательно пространства единицы. То есть сяло и срубало. Значит, это то, что у нас называется А большое. Значит, смотрите. Вот если у нас она инвариантна, то тогда у нас вот это будет в этой метрике оператор, который будет остогональный. Смотрите, это у вас изометрия, а от изометрии касательно отображения это оператор. Значит, это у нас остогональный отверт. Смотрите, давайте я посмотрю на А. Это это самое. Когда отображение, значит, из Ж в... Смотрите, у меня же эта штука, это имение преобразования А. Значит, у меня А, он отображает элемент группы в какое-то, значит, имение преобразования А. Ну, больше того, он на самом деле не просто из Ж... А, это ортогональный группы. Ну, конечно, на самом деле, это на самом деле, если у меня повод. Да. А давайте тогда я возьму у этого отображения дифференциал. Смотрите. 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 Это то, что вы там уже должны, например, понимать. Если у вас есть семейство, значит, октогональных операторов, то его производные по параметрам, то это будет косинетический оператор. То есть, значит, у меня представлен А, это будет косинетический оператор. Это что значит? Это значит, что у меня ад кси применённик этап на диета плюс, значит, этап на ад ад кси применённик диета равен у меня н. А, это вот мы собираем тот факт, который мы разрабатываем в точной семье, что, на самом деле, эта факта, она просто связана с коммутатором. Поэтому у нас это показывается, что у нас, да, это у нас, например, дифференциал. Это значит, что у нас выполнена вот такая вот способ. Вот, оказывается, что верну утверждение и обратное. И вот сформулируем, значит, утверждение следующее, значит, что утверждение есть. То есть, первые варианты, например, это две вариантов. То есть, полетно, ровно, ровно станут, что у вас, значит, выполнено вот такое пользование для любых элементов хорошего. Ну, значит, всю сторону это доказано. А обратно давайте я оставлю вас в качестве упражнения. Это не очень сложно обратить все это. Надо подумать. А вот на выборах будет аналогично? Да, на выборах аналогично. Ну, подумайте. Значит, смотрите, давайте я, в частности, обращу ваше внимание на следующий факт. Как мы уже видели, у нас элементами алгебры есть однозначные соответствующие варианты веточными полями. Так? Между коммутаторами и коммутаторами веточных полей и так далее. Да. То есть, мы на самом деле, это самая соответствующая полей . Оно экспериментно тому, что для любых левоинвариантных векторных полей x и xd верно вот такое свойство. Значит, это у нас и x, 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 x. Вот здесь уже коммутатор. Это коммутатор веточных полей, а вот это, скорее, на предвидение в предвольной точке. Не обязательно делать. Значит, это равносиняя вещь. Значит, вы смотрите. Оказывается, что не на каждой группе ли можно ввести бинвариантный уметочек. То есть, допустим, вы можете сделать это такое мусловатое упражнение. Если вы возьмете группу афинных преобразований прямой и попытаетесь его ввести, то у вас выяснить, что если такое солярное произведение, оно, там, значит, не отрицательно поделено, и он создает свойство бинвариантности, и свойство бинвариантности будет свидетельствовать, что оно вынуждено. Это типичная, на самом деле, ситуация. Поэтому есть, значит, такая теорема о том, что, на самом деле, значит, бинвариантная метрика, она существует, если группа компактная, скажем. Компактная группа, она есть. Ну, и, на самом деле, это еще бывает, ну, знаете, вы, человек, вот, смотрите, давайте вы заметите, что вот это, вот, это свойство чисто алгебрической в алгебре. Да? Поэтому, на самом деле, это свойство, оно зависит от алгебры. У вас может быть так, что у вас есть группа такая, что есть другая группа столь же сам алгебре, которая компактная. Это далее для меня то, что он был. Значит, это вопрос такой, значит, несколько требующий, не про, значит, взливание в алгебры. У этого, на самом деле, не особо интересно. Вот почему. У вас есть последняя задача к выдущему листкам, о том, что диоктагональные группы, это верно. И там, значит, можно начать, вот, не только на эту группу, а там это самое явное произведение, оно, главное, как-то очень простой, явный, явный фронт. А дальше, смотрите, смотрите, если у вас эта штука, у вас бинвариантна, то на любой подгруппе это тоже будет любым. Вот так? Потому что ограничение метрики на подмогообразие тоже и то, и то не выражено, а существовательность тоже не выражено. А для большей части технологических приложений, самая главная группа, это подгруппы ОАТ. Поэтому, если вы решите эту задачу, она очень простая. Понимаете, для вот этой метрики проверить это соотношение не очень источник. Понимаете, значит, что для любых бинвариантных групп у них есть бинвариантная метрика, которая выражена, просто вот, вот, вот такой метр. А, смотрите, это, знаете, очень, очень интересно. Понимаете, вот, мы, если так, значит, вот, как-то вот там, значит, она, действительно, она не индуцирована у вас, и там, и, ну, и, вот, из каких-то других соображений, например. А теперь смотрите, опять, что для вот таких метрик очень интересно устроены метрики Олеговича Иты и Теодор Лимов. Значит, чтобы мы, кстати, весело покатились, минуту, чтобы кто-то из вас дал мне формулу, которую я вам когда-то выводил для вот этого дела. Олеговича Иты и Теодор Лимовича Иты. Она была у вас еще в одном из них, поэтому... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А тут что-то где-то осеннее получилось. Ну, то есть, у вас как-то форма неверная. Да не можно выучить. А у меня сошлось, что же надо. Что же надо, да? Сейчас, а где же тогда будет фокус? Просто я вообще думаю, мне сейчас, чтобы доказать, что это равно нулю, мне понадобится вот это тортиство. А что, не работает? Не, ну, просто мне здесь просто... Да, вы спросите, зачем мы х равны у? Я попросил. А, не-не-не. Смотрите, смотрите, это исчезает, а у меня там получается, значит, если я сменю... Смотрите, что у меня здесь получается. У меня получается, значит, х, у нас, знаете, х, минус, я напишу здесь... Сейчас, сейчас, мне хочется подогнать, подводить, кто тоже здесь, вот так, сейчас. Давайте напишу это так. Минус вынесу. Давайте этот минус вынесу, в самом деле. Значит, это у меня будет, так далее, так... Что у меня там? У меня там Y, Z, X, 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 X. То есть, минус я вытолкаю. А здесь я хочу написать, что это плюсы здесь их обменяют, здесь будет X на X, Z. Значит, смотрите, вот это, это частный случай вот этого, когда Y равно X. Поэтому, значит, у меня получится, что вот это у меня «но». Так как это у меня производим, что у меня на буквально «дэкс» не всегда «но». Теперь следующий этап. Следующий этап. Это вот какой. Я хочу взять и, значит, поставить. Смотрите, давайте я добавлю «x» плюс «y». Значит, что это у меня будет полимерность. Это будет, значит, «a» была «x» плюс «a» была «y» плюс «a» была «x» плюс «a» была «y» То есть это у нас уже ноль. Поэтому у меня получается, значит, что на «a» была «x» плюс «a» была «x» равно ноль. Так? То есть, смотрите, если это связано с левичевитой, это связано с левичевитой, она должна быть у нас симметрична. Симметричный этап означает, что у меня будет на разность. Так. А теперь что будет, если я возьму полусунную? Да. Значит, у меня теория исчезнет, у меня получится вот такая формула. Смотрите, это специальная формула. Оказалось, что у нас для вариантов бережных полей сквариатная полигонная полностью фрс через коммутатор бережных полей, значит, если мы вспомним, что у нас это, чему у нас это отвечает в коммутаторе, то мы получим такую формулу. Значит, у нас тогда будет такая, что если мы возьмем коммутатор бережных полей, мы включаем с элементом кси, элементом алгебры, то это такая что-то. Мне нужно взять коммутатор в алгебре элементов алгебры кси, и это чувствующее элементу. То есть, на самом деле, смотрите, у меня все считается просто чрезвычайно, просто чрезвычайно выливающее. Да. Значит, смотрите, на этом наш коронавал чудес не заканчивается. Давайте теперь посмотрю на сценарий. Ну, давайте я пытаюсь проделаться щитом. Смотрите, это мы уже знаем, что. Значит, я вынесу одну вторую, значит, это на блок х от икс, минус, один из них будет одна вторая, на блок y от икс, минус, минус, одна вторая, и здесь есть коммутатор. И этой штуки... Срезает. Что такое? А то мы сделаем так. Давайте мы сделаем такую штуку. Обратим внимание на то, что вот этот коммутатор, это снова ливая неряда, и это на поле, поэтому можно ту же чёрку, ту же форму, и у меня чёрт. Но все умные, смотрите, то есть у меня получится одна четверть коммутатора коммутатора икс, и гриц, значит, с икс, и гриц, значит, Ну, а это остается на своем месте. Что нужно привести здесь члены, используя только свои копии? Значит, давайте мы это аккуратно сделаем. Значит, я напишу сейчас, значит, тут отдельно. В 2, и в 3, и в 3, и в 4, и в 3, 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 и в 3. Значит, давайте, значит, посмотрим. Значит, x, y, 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 у нас есть вот он. Вот он. Теперь смотрите. Вот вот это вот, это в тупости вот вот это, но с другим знаком. Мне нужно только это делать не найти. Поэтому, значит, у меня это будет... А, значит, у меня вот сумма этого этого, это минус, минус вот вот это. Значит, у меня получится, значит, минус одна четверть на z, и в 3, и в 3. А тут у меня минус одна вторая, значит, а тут давайте я, значит, сменю знак. Да, я получу тогда плюс, плюс одна вторая на z, и в 3. Ну, и, значит, результат кончился, значит, одна четверть z, и в 3. Вот, значит, у нас вышла такая прекрасная форма. То есть, что я вот и в 2. Вот, у меня одна четверть. Значит, сумма 2, и в 3. Значит, в соответствии с теми нах, значит, этих самых таких элементов аутбры. Вот эта форма, она тогда выглядит так. Значит, здесь это, значит, тут, значит, будет кси это. Ну, и взять, значит, соответствующие вещества. Опять у меня такая, значит, красивая форма. Так, ну, и, наконец, последнее чудо, которое я хочу сделать. Давайте посмотрим на то, что у меня будет. Да, опять, важно, потому что это, значит, это работает. И, значит, когда x или z, я выбираю вверх и вверх и вверх и вверх и вверх и вверх. То есть, не засовывайте в условное производление вверх и вверх и вверх и вверх. То есть, если вы хотите посчитать, значит, вы знаете, мы будем посчитать и вот так. И, значит, мы будем посчитать, значит, вверх и вверх. То есть, вверх и вверх. Значит, что у нас тогда здесь получится. Ну, значит, у меня тогда здесь должны быть предстот на 4 век. Значит, ну, смотрите, у меня же, смотрите, вот это у меня ад, z. Вот вот эти. Да, мы знаем, что это только кососиметрично, потому что у меня теперь библийный вариант. Поэтому я могу с ними знать. Сменив знак, а мы теперь можем взять, перейдем вот сюда. Это, по-моему, что у меня есть административ, скалярные произведения. Насколько с ними будем скидывать на инфекте. А здесь мы можем взять и вверх и вверх. Вверх и вверх. Вверх и вверх и вверх. Да, естественно. Ну, на чехол, ну, для развития мира общественности. Или на языке этих разных элементархалдик. Вверх и вверх и вверх и вверх. Значит, это... А тут, значит, у нас где-то... Ну, у меня еще какая-то греческая буква. Кси, это, где-то. Эм, ам, ам, ам. Ну, а и позже. А, па. А микро. Нет, ну, а микро, опять же, на ноль смотри, потому что она не используется. Ну, вот, вот сюда. Давайте возьмем дель. Что это такое? А это просто вот так. Вот такая штука. Смотришь, я... Здесь мне... Здесь... Это число же, да? То есть мне будет просто вносить вот это на это. А потом коммутатор в аллерге, значит, это на вот это. А дальше просто в единице взять. Сейчас, я думаю, и все. Ну, ну, смотри, вот у нас... Получаются такие вот прекрасные элегантные формы. Которые действительно красивые. Смотрите дальше. У нас должен быть следующий сюжет. Следующий сюжет у нас это геометически. Ну, если мы решительно заканчиваем. Следующий сюжет у нас это геометически. Смотрите, мы с вами уже, значит, стал театрическим, и тогда мы обсуждали с вами по ветоси 10% и там мы обсуждали, и там мы обсуждали через геометическую кризму. Значит, что-то такие кризму, и у кого-то геометически кризму надо. То есть теперь у нас мы добавили абстрактные, никуда они не уложены. Поэтому никакой геометически кризму нет. Тем временем мы с вами раньше, из того, что геометически кризму надо, были уложены кризму. Геометически кризму. Значит, а вот на многогране геометически мы просто берем это уравнение в качестве определения. Сейчас мы поступим. Определение. Значит, гамма геометически кризму. Если, значит, выполнено в мире геометических. Значит, но... Значит, смотрите, а геометически кризму геометических, которые мы доказывали через общее свойство методики, они выглубляются и здесь. Значит, давайте я их первое определение. Значит, то, что у нас в 12 лет в расстройстве всегда конспанта. Ну, это последствия того, что мы пишем, где производная АТА отделение, и вы увидите, значит, что это партнер. Вот. А следующий утверждение, значит, про локальную форму. Значит, оно устроено абсолютно точно. То есть, значит, локальная форма, это буквально так. Значит, X с двумя точками. Значит, Z, G, 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 K. Значит, X с точкой I, G, G, R. Ну, вот, значит, у нас в родине геометически. Значит, и у нас где-то идёмся. Значит, вторая резкость нагородная. Вот. Вот. Вот, вот получается. Система из размерность L обусловленных специальных уравнений из второго порядка. Я опять-таки призываю вас обратить внимание, что эта система уравнений в большей степени не линей. Дело даже не в том, что у вас там устроится произведение X точки I на X точки X, G, а оно оказывается в квадрате, что совсем не линей. Понимаете? У вас все эти символы Христофиля здесь, которые не приходят ни в сантиметре, ни в сантиметре, ни в сантиметре, ни в сантиметре. То есть, а символы Христофиля у вас, они какие-то, ну, в общем-то, обычно, какие-то фразы не имеют. С помощью сферы, значит, геосферы, вот, продукт зависит от параментализации. Минутевые символы Христофиля, допустим, в эссулической параментализации это будет там-тангенс и синус-кошен. Да, я думаю, что если вы засунете туда, мне известно, не расходится, то у вас пункт страсти в результате неизвестное уравнение. Это, значит, про всякие именности даже забудьте. Семененность для него верна теорема существования единственности локальная, да? То есть, если вы засунете, значит, корширительность, а что вам нужно, то есть, без берегащих корширительность? То есть, у вас первое будет уравнение. Да, не все, а дальше у вас еще будет. Вот если будет в начальной точке координация, То есть, у вас первое уравнение понадобится. Да, не живут. Постоянно жив-жив, кажется, может быть, калий. Что? Что поедет там как-то. Да, да, это так. А вот это жив. Да, да. Минутевые символы не поправят, скажешь. Пусть он будет стыдно. Значит, это значит следующее. У вас есть начальная точка А с координатами А1 и так далее АН. И начальная точка Х. Значит, с координатами Х1 и так далее ХН. Значит, у вас тогда есть диабетическая. Она, значит, будет у вас определена, где какого-то другого, 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 другого. Знаешь, значит, я напоминаю, что у вас есть, значит, локальное время существование в детстве, существование в детстве, в том, что есть такой интервал и такое решение, определенное на этом условии, что у вас будет строительство, это мы решили в этом начальном этапе. Значит, целый, естественно, лежит в этом интервале, да. А по единственному, я напоминаю вам, что там есть несколько такая логическая игра. Она связана с тем, что у вас есть решение, определенное на каком-то интервале, а вы возьмете и сузите его на какое-то меньшенькое, а у вас тоже будет решение, но, формально говоря, другое. Да? И оно решает те же самые большие каши. Поэтому единственное, наверное, только если вы рассматриваете непродолжаемое решение. Поэтому мы будем всегда рассматривать на максимальную возможность интервале. Можно считать. Ну, а давайте мы обратим внимание, что... Значит, давайте я делаю такую штуку. Я такую штуку делю экспонициальную штуку. Оно устроено так. Экспонициальная... Ну, давайте я... Вот пусть у меня гамма А и штуки. Это решение вот такого вот уравнения для... Тем более рада была... Ну, где-то не геологическая. Такая вещь, что у меня гамма А и штуки отмеляется на А. Гамма А и штуки А и штуки отмеля равно X. Угу. Вот, значит. Тогда я... Я скажу так. Экспонициальное отображение значит... А... А... Икс. Ну, или, сколько угодно. Не знаю. Сколько угодно. Сколько угодно. А... То есть у меня гамма А и штуки единицы. Смотрите. Я выпускаю геологическую из точки А с начальным вектором X и еду до того момента, когда выиграл на единицу. То есть, смотрите. Место каждого вектора X у вас решение будет определено на интервале альфа-битов, включающихся в единицу. Поэтому, если нужно понимать, что экспонициальное отображение определено не на всей касательной плоскости. В общем-то. Да. То есть, значит. Может быть. Мягкое седино. Значит. Мягкое седино. Значит. Мягкое седино. Касательную плоскость. Теперь, значит. Давайте мы сделаем одно замечание, которое имеет колоссальное значение. Ну, смотрите. Давайте я посмотрю на такую функцию. На такую функцию. Гамма с крышечкой от Т. Это будет у меня гамма с волной от Т. Значит. Смотрите. У меня гамма с волной от Т. Да. Это будет А. А что у меня будет гамма с волной с точки от Т. Это будет гамма с х, это будет гамма с touch. Это будет гамма с x. Смотрите. Это не дно. Поэтому это будет диабетическим человеком. Ну а 40 хос там должно быть, там даже не диабетических или как. Это говорит о том, что у меня вот эта самая гамма с фалминальной тессией, что я использую, то есть это диабетическое, которое выходит перед А, в диабетическом холосте Ямза-Экс. Мы получили такое поведение, которое чрезвычайно важное. Какая-то гамма-А-Икс от лямбда С равно гамма-А лямбда Х. Почему оно чрезвычайно важно? Вы смотрите. Давайте мы с вами вспомним, что у вас есть дифференциальное уравнение. В дифференциальных уравнениях есть теория в зависимости от начальных условий. Значит, на Мехмате ее раскраснут, вы что-то сомневаетесь, но она... Нет, я скажу. Я скажу еще раз. Да вы что-то даже в зависимости от лямбдах, это воспитает динамический термин. Она на Рапушниках все рассказала, беспокойтесь. Вам очень подвезло. Вы должны каждый день, когда молитесь, вы пославите Господу, что Господь нам послал висит шапушник. Понимаем. Значит, смотрите, что она вам говорит, если мы переведемся на наш язык. Она говорит такую вещь, что вот пусть у вас есть, значит, какая-то точка А. Смотрите, смотрите, нам сейчас нужно сделать некую работу по... Смотрите, дифференциальные уравнения, в общем-то, она говорит, да, они работают только в координатах. А нам хочется сейчас несколько перейти в какие-то привычные нам ответственности, длинные и так далее. Мы сейчас несколько шагов и это самое и делаем, да. Значит, пусть у нас, значит, А имеет координат, а у нас есть А1АН. То есть АХМ имеет, у нас, как и у нас есть х1ХМ, да. Смотрите, я хочу взять и посмотреть на... Давайте так, значит, я возьму какой-то А0, да, вот. Я возьму, значит, у меня эту теорему, когда у меня начальная точка А0, а начальный вектор это у меня нулевой вектор, да. Значит, тогда у меня утверждение будет какое-то такое. Значит, сейчас дайте я подумаю. Значит, тут изначальные данные и такие, и сякие. Это утверждение будет такое. Значит, у меня, значит, для любого А0 больше нуля существует какая-то ответственность начальных данных. Но начальных данных у нас состоят из двух вещей, поэтому вместо А0, то у меня будут 2, да. Значит, будет существовать такое, значит, дельта 1 и дельта 2 больше нуля. Значит, такие что? Значит, при А-А0 по модуле меньше, чем дельта 1. Ну, смотрите, вот это у меня расстояние ВРН между наборами координаций. ВРН обратите внимание, да. И, значит, модули X, значит, меньше, чем дельта 2. Значит, у меня, значит, гамма А от X от T определено, значит, при Дельта 2 меньше, чем дельта 2. Значит, и у меня существуют производные по начальным данным. Существует, значит, производные, значит, вот этого самого гамма А и X, значит, по А и тому, и, значит, производные, значит, А и X по Д. И, значит, я не буду использовать. Можно вопрос, почему брали начальник вектора нулевым? А потому что нас интересуют векторы близкие к нулю. Как вы увидите дальше? То есть, смотрите, теперь я, как билоктор, я хочу вот как-то вот сам сделать этих дельтков и епсилонов меньше. Да, давайте я ее теперь пишу так. Значит, пусть именит, значит, только А нулой, и пусть у меня, значит, до любого, значит, епсилон больше нуля, у меня существует что? Вот, смотрите, значит, вот это, это просто значит, что у меня здесь несколько окрестностей, то есть точки А нулой, так? Значит, у меня существует окрестностей, значит, с точки зрения А нулой, так? А теперь смотрите, вот смотрите, вот это у меня длина в метрике, то есть там просто там сумма квадратных и сумма квадратных координат. Ну, на самом деле, вот с инструментом пространства все внутрики эквивалентны. Вот, на самом деле, я могу взять и заменить это на длину фалимоновой метрики. Значит, просто обдумайтесь, на самом деле, это нужно делать, это нужно делать абфуратно. Вам нужно взять в некоторых координатах там шировой окрестност открытой, потом в ней вдвоем меньшую, а нужно потому, что ее замыкание компактно. Да, значит, из того, что компактно, там все у вас будет ограничено, если вы хоть константой ограничите дискредрую в метрике, то будет вам счастье, да? Значит, это, значит, суть окрестностей. То есть здесь вот такой-то такой зверь, да? Больше меня. Значит, такие что? Значит, для любого, значит, А вот этой самой окрестностей, для любого И, значит, такого, значит, для любого И, значит, из касательного пространства к А, значит, такого, что длина И, а вот эта уже длина, значит, беноминовой метрики, а здесь длина у меня меньше, чем Д, так? Существует, значит, когда гамма А из Т, а поделено, значит, при Т, как и меньше, чем Д, значит, есть суть производства. Значит, суть производства. Значит, дегамма, то для А, там, то есть суть группы и дегамма, то для А. Ну, понятно. Производство и те же самые, что из А. А вы теперь смотрите. Ну, творчество, на самом деле, сейчас очень долго будет хотеться работать с комментальным отображением, потому что оно прекрасно сидит наше счет. А для этого мне нужно, чтобы решение было определено не в каком-то интервале, а на каком-то интервале, таком, что сюда входит единица. А давайте я вот сейчас посмотрю на вот эту штуку. и я ее напишу даже вот так. Давайте я выделю сейчас лямбу Т на другое. То есть у нее будет Т, а здесь у нее будет Т. Я хочу поделить на... Вы смотрите, значит, а... Если я разделю вектор лямбда раз, это то же самое, что сжать интервал определения лямбда раз. Да. А теперь смотрите, я хочу, чтобы у меня лямбда эфсер равнилась 2. Я хочу, чтобы у меня было одно на интервале от минус 2 до 2, чтобы с единиц сюда точно входит. Да. Тогда если у меня лямбда, это у меня значит... А. Мы же хотим расшить интервалы. А, не все... Сейчас, у меня значит... Сейчас, у меня значит... Сейчас. Если у меня эфсером поделить на лямбда, то есть я делю... Я хочу, чтобы это было 2. Тогда значит лямбда у меня 2 на лямбда. Тогда у меня икс вместо дейты должен быть, значит, меньше, чем лямбда дейты. Это будет значить 2 дейта поверить на икс. Угу. И вот это все получается. Угу. 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 Вопрос, если у меня x был меньше, чем... Сейчас. Сейчас. Всё, давайте. Вечь идёт о второй строчке. Вторая строчка. Верно. Чего? Потому что мы следуем из-за этого. А! Из-за этого это. Да. Ну, из-за этого это. Ну, что? Все в столах сидит. А где эти малые? Из-за этого мы не заметим, что нам судьба было. Смотрите, да? Матери, человек, что это тоже вышло? Матери, если я возьму маленький, очень лист, это очень маленькое число, то у него тригентрическое растянется от минус двух. Смотрите, это очень маленькое утверждение, смотри. Утверждение. Значит, на стрелу Бога, значит... Значит, существует окрестный пункт, содержащий А ноль. Так? И существует какое-то такое дельта штрих, которое на самом деле вот это число большее нуля. Значит, такое, что, значит, у меня, значит, для любого Х из У, то есть для любого А из У, и для любого Х касательного с точки А, такое, что, значит, у меня длина Х временного метра, то есть меньше, чем это станет, это штрих. Значит, следует, что гамма от инфраструкции определён на минус 2, 2. Так. Из этого сразу же есть следствие, что у меня экспериментальное отображение определено в некоторой ответственности нуля в касательной плоскости. Вот. И вот. Более того, смотрите. Вот. Из-за вот этого свойства однородности, смотрите, если у вас есть специальное отображение подлиннов на каком-то векторе, то для всех векторов лямбда этот вектор, да, для лямбда или до единицы, значит, это свойство тоже выполнено. Так. Поэтому, на самом деле, эта ответственность одна ещё, то, что называется, звёздная, там звёздчатая, да, то есть вы любую точку можете соединить с нулём, значит, и это будет у вас. Да. Очень рад. Теперь я хочу сделать ещё большее. Есть прилипное дело, а давайте я припишу снова эти замечательные соотношения. Вот смотрите, это соотражение, оно напоминает у вас свойства однородности, которые бывают ту функцию, да. Потому что когда у вас есть свойства однородности, то есть его собственность, это и есть некоторые свойства однородности, да. Что вы вообще делаете, когда у вас есть свойства однородности функции? Ну, можно подифференцировать полянды или пожинать плоды. Давайте мы подифференцируем полянда, да. У тебя тогда... Давай смазать здесь есть, у меня получится, что это будет просто moved between the different range, если мне что? Мне нужно выскочить с Т, а дальше мне оставить просто производные полиэты штуки. Мне просто будет говно срочек. Я задумываю. Вот у меня производные полиэты по северной части. А что мне же будет здесь, смотри. Мне нужно будет сумма, потому что здесь можно, на самом деле, и так далее. Когда я буду дефицитировать то, что у меня x и t выскочит, а здесь будет частная производная, это, смотри, гаммы а и x и x от c, значит, по dx. Так ведь? Ну, что-то вообще так в другую сумму я свожу, это самое. Какое-то неприличие бывает. Эй, смотрите, давайте я тут поставлю здесь ламу, таравную нюху, таравную нюху. Ну, что у меня тогда пучки? Смотрите. Здесь у меня тогда будет гамма с точкой в нуле, так? Здесь мне будет 0. Что такое гамма с точкой в нуле? Это просто x. Так? А Тл мне равно единице. Х равно. А что будет здесь. Значит, смотрите. Яму то у меня будет 0. Тл мне будет равно единице. Смотри, подхватывайте, значит, у меня гамма, когда действует единица, то просто экстрементральное отображение. Смотрите, что это не будет. Это не будет просто дифференциал в нулю с эксференциалом на дата положения в точке а. Значит, это будет производная от экспонентов у х цифрами х равном нулю у многих на х цифре. У нас есть, если вектор в начале нулевой, то есть такое решение, которое постоянное. Где у нас нулевой вектор? Если мы лямбда кладем равным нулю, то там стоит дегамма от лямбды. Где? Там? Ничего страшного. Не переживайте. Мы же кладем не в гамме, а в производной. Мы же в производной это дело полагаем, но я сами пишу это гамма. Теперь смотрите, у меня матрица умножается не на столбец из х1 и хн, а результат получается столбец из х1 и хн. Что это значит? Значит, эта матрица единичная. Это означает, что мы докажем, что происходит в скорочном отсутствии. Диффиненциал в нуле экспоненциального отображения точки а равно к раздельственному отображению. Только смотрите, когда мы это делаем, мы делаем это при отрочествении. Потому что, обратите внимание, у нас экспоненциальное отображение, оно действует из TAM в R. Тогда у него дисфиненциал, если он действует из касательной плоскости видимости, TAM в TAM. Значит, мы уже знаем, что у бедного пространства его касательное пространство в любой точке относится с ним. Это же бедное пространство. Поэтому это, естественно, и сделано относительно социализм и TAM. И мы тогда очень смотрим на дисфиненциал экспоненциального отображения, как автоматически касательно касательно пространства в себе. Вот именно в этом смысле это будет соответственное отображение. А теперь смотрите, что у нас тут. Экспоненциальное отображение определено в нефть от единицы, так? А дисфиненциал сгодом не вынужден, потому что это конечное отображение. Это значит, что экспоненциальное отображение, оно локально уделяет, что у вас из мошки в нефть от единицы в точке A. Значит, это дисфиненциал сгодом нефть от единицы в точке A. Значит, это дисфиненциал сгодом нефть от единицы в точке A. Это, оказывается, очень-очень важно. Мы сейчас исключаем отображение. Чего-то не может работать и работать. Значит, здесь я хочу сказать следующее. Вот смотрите. Давайте я выберу какой-то акционированный балис. С, С, А, М. Тогда у меня любой вектор Х будет иметь какие-то координаты в этом балисе. Итак, смотрите. Я буду выбирать вот эти координаты из координации R. Это будут у меня георгетические координаты. Точки, экспоненциал. Вот, оказывается, что эти координаты, которые будут, они очень удобны для вычислений. А в чём причина того, что они удобны для вычислений? Оказывается, в этих координатах силы Христофеля в точке A обращаются в ноль. Вот ровно в этой точке. Гравитировать что-то происходит даже в маленькой ответственности мы не можем. Потому что если это было бы так, то закривизна бы в отрезке с точки A. Это не может быть. К примеру, сфера даже вас предплетает, да? Но, тем не менее, сила в этой точке в этой точке обращается в ноль. Смотрите. У вас ровно про это. Ровно про это у вас. Задача 3. Давайте мы на задачи посмотрим. Задача 1. Понятно. 2. Понятно. 3. Понятно. Четвёртого. Значит, у вас на 5 выражения геодетических или жителей для пустоси Павел Чевского. Мы там доним гениальные указания. Значит, если воспользуйтесь, им решить. Значит, смотрите. В пятой задаче у вас определяется некая такая интересная штучка. Есть некая координаты, которые называются полу-геодетические. Мы детально будем говорить о них в субсиджующий раз. Это значит, что метрика имеет у вас такой вот вид, как там сказано. Это, по сути, значит, что у вас, значит, метрика просто имеет такую голову. Блочь нитки. Вот тут вот у вас, например, нитка. Здесь какая-то матрица, жест-волна. Здесь у вас стоят нольки. Вот, значит, у вас там уходим нет в том, что тогда некоторые координатные кривы, они, вряд ли, геометические. Значит, у них тоже удобно делать некоторые вычисления. Ну, задача 6, значит, она, ее тоже вы, Оля, можете решить. А следующие задачи, они наоблеты. Значит, мы с призерной точки, тогда я буду обсуждать уже явно наоблеты в следующий раз. Вот. Значит, а теперь, значит, что я хочу еще заметить, это вот такую штуку. Как я вам говорил, значит, это воздушство, оно просто таки, значит, бесконечное. То есть давайте я здесь положу t равно 1. Не получится тогда, что экспонента точки а от гамма х равна у меня, значит, гамма а х от гамма. Это у меня просто экспонента точки а от гамма. Смотрите, оказывается, вы любую литератическую можете просто вылететь через экспонент с помощью вот такой формы. Ну, конечно. И это видите, глянду термин, да? Ты ничегои не думали, значит, глянду термин, да? А теперь давайте сделаем остальность чуть-чуть усвоенней, значит, мы с вами совершим нефтальную подготовку теорийной уbarки. Мы готовились к нам с шагов, там их много. Это становится лучше, чем революция. Становилась. Зайдем на всех. Значит, давайте я посмотрю такое отображение. Оно будет из касательного распроедения по m. А работает оно так. А, да, по m на m. А работает то есть так вот так. У меня f от точки и вето этой точки, оно будет мне выдавать, значит, a, a, и экспоненту в точке a, и если у меня a, значит, вето в m, а вето вето в касательное распроедение. Тогда f вето m, t. Вы понимаете, что такое касательное распроедение? А, все. Все написано разное. Не беспокойтесь. Ты будешь сказать что-то? Я не знаю, что ты меня видишь. Я хочу посмотреть на дифференциаль f в точках вето a. У меня матрица будет такая блочная. Значит, матрица. Вот первый компонент у меня a. Производная a по a это просто прождественное отображение. Так. А дальше, значит, что? У меня, значит, производная a по x у меня 0. Поэтому здесь не будет просто 0. Дальше, смотрите. Вот у меня экспонентальное отображение. Его производная a по x это прождественное. Когда это... А в том смысле, это не важно. Важно только то, что производная а по a есть. Смотрите. Эта у меня штука не вырожденная. Это означает, что у меня f это локальный дифференциаль, чем мы с вами и воспользуемся. В чем его смысл? Смысл следующий. Смотрите, что если у меня какие-то точки f и q лежат в образе этого отображения. Это значит, что тогда их можно соединить геологически. Почему? Потому что тогда есть какой-то такой вектор x. То есть разнообразие. То есть существует... Если у меня веществ p в куле, у меня движа 2-й образу g. Это значит, что существует какой-то вектор x, касательный f. Значит, такое, что у меня экспонента в точке q от x равно p. Это значит тогда, что геологические экспоненты в точке p соединяются в x. Вот почему нам эта функция интересна. Ну, это значит, то есть прижат в области. О, значит, они соединяются в геологически. Смотрите, что мы вообще будем делать в следующий раз. Я хочу рассказать вам очень страшную тайну о том, что геологически это правильные аналоги прямых. Смотрите, вот у прямых геологических экспонентов есть три главных свойства. Ну, а значит, раз, два, три. Значит, смотрите, первое свойство заключается в том, что через две точки можно провести пюль. Прямо туда. Потому что здесь пюль, про санкцию наш, здесь верно. Через две точки можно провести пюль. Да. Второе свойство, то, что эта самая прямая агре, она единственная. А третье свойство, то среди всех пюль, соединяющих А и В, она вращается. Вот смотрите, глобально эти свойства для геологических не верны. Потому что, допустим, вы возьмете плоской, да, значит, без какого-то диска, да. Вот у вас выкидывается диск, вот у вас точка А, вот у вас точка Б, метрика Е скидова, дешевые метрики, символы, звездой, 3,0. Это значит, что уравнение геологических, как просто идти с двумя точками, а в 1,0. Это уравнение прямых, да. Рассматривается у вас прямой, соединяющий А, его анимет, потому что там сады все. Да. Значит, если с единственностью тоже, или два, смотрите, давайте новую сферу. Уравнение геологических, это большие круги, да. То есть, у вас здесь масса больших кругов, соединяющих северный и южный полк. Скочайность то же самое, смотрите. Вот здесь у вас есть сфера, я возьму, значит, большой круг. Я возьму две точки, которые не идти подальными. Смотрите, вот у вас геодетическое, которое кратчайшее, а вот у вас геодетическое, которое у вас не кратчайшее. Да. Тем не менее, оказывается, что локально геодетически обладают всеми тремя свойствами. То есть, вы доказываете, что у любой точки существует такая окрестность, что любые две точки П и К соединяются геодетической, что это геодетическое внутри этой окрестности единство. То есть, в ней еще какие-то могут быть, а внутри она обладает. Вот это и есть теоремовая цена. То есть, у любой точки есть такая окрестность, которые любые две точки соединяются геодетически, и оно единственное в этой окрестности. А также мы докажем то, что локально геодетическое кратчайшее. То есть, что локально геодетическое, они действительно обладают всеми свойствами прямых, поэтому это правильно вообще не прямых. Ну, на этом у нас все на сегодня. Вопросы у нас есть. Скажи, сколько у геодетических координат? Это написано в задаче 5. Там сказано. То есть, в таких координатах, в которых метрики имеют 3. Я только сказал, что он картинку с блочной матрией. Все было сказано. Спасибо. Спасибо.